Сегодня я вам хочу рассказать об одной очень интересной процедуре, которая называется плазма-пэн. Слово плазма не надо путать со словом плазма-крови, которая сейчас в последнее время достаточно широко распространена процедура плазма-лифтинга, когда мы говорим о плазме-крови. Эта процедура о плазме как четвертом состоянии физического вещества. То есть это практически молния. Начинается процедура очень интересная. Мы должны второй электрод неактивный приклеить куда-то нашей уважаемой героине. Потом разряд. Разряд. Что делает это молния, то есть состояние воздуха, это вот именно молния. Мы научились ее генерировать аппаратом. И что получается в результате? Это может быть два варианта процедуры. С одной стороны, это может быть практически хирургическая блефоропластика. То есть в очень ограниченном участке кожи мы практически коагулируем эпидермис. Приводим к тому, что кожа очень сильно сокращается по площади. Это как бы как хирургический вариант, требующий восстановительного периода, требующий определенной, достаточно выраженно потерпеть боль, потому что это неприятно, это практически больно, это корочка, это отек, но очень хороший результат. Это с одной стороны, и это может быть одна-две процедуры при необходимости, когда мы говорим о верхнем или нижнем веке. Другая как бы разновидность этой процедуры, это терапевтический дермопен. То есть очень-очень низкой интенсивности, но все-таки эта искорка проходит. И тем самым без корочки, без отека стимулируем, чтобы стимулировать именно образование нового коллагена и, самое главное, сокращение площади кожного лоскута. Это такое не очень красивое выражение, кожный лоскут, но на самом деле это тот самый любимый лифтинг. То есть это то, что приводит к тому, что на несколько долей миллиметра кожа уменьшается по площади. Ну, я, наверное, лучше закрою, хорошо? Конечно, давай, закрывай, но это не знак, что тебе больно. Не знак. Должен быть курс или одна процедура достаточно? К сожалению, нет. Конечно, какой-то эффект будет и с одной процедурой. Я думаю, это волшебная палочка. Одна процедура – раз, и все. И волшебную палочку я очень ищу, я в поиске, но пока ее нет. На самом деле, практически ничего не чувствую. Такое легкое покалывание, как будто электрическое покалывание. Немножечко зашипело и кальмонуло. Запахло курочкой шмаленой. Когда мы делаем эту хирургическую процедуру, то там реальный запах, с одной стороны, как после грозы в лесу, а с другой стороны, запах жареной человеческой кожи. Продолжение следует... А вы сами пробовали эту процедуру? Конечно. Наверное, на самой высокой скорости. Да, да. На самом деле, я практически все процедуры изначально пробую на себе. И должна осознавать, какая мощность дает какие ощущения. Иногда это просто страх, иногда это реально боли. И если вы повторите процедуру несколько раз, 4, 5, может быть, 6 раз, тем самым вы получите улучшение качества кожи, с одной стороны, и улучшение тонуса и, в общем-то, лифтинга. Реальный лифтинг, который практически не очень многие процедуры могут предоставить. Это за счет легкого отека поверхностного. Он такой, как бы, ложноположительный. Реальный результат оценивается через 3-4 дня. Мы это испытали на себе, и мы выжили. На самом деле, процедура абсолютно безболезненная. Олечку больше запугало. Это даже было приятно. Я даже успела чуть-чуть поспать. Поэтому, думаю, попробовать тяжелую ратиллерию, ту самую хирургическую насадку, о которой говорила Ольга. Ну, а вам желаю, чтобы вы оставались красивыми и здоровыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова